Всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька. Я сегодня записываю новый ролик. Необычный для меня, можно так сказать. Будем сегодня делать обзор на ход, можно так сказать, набора звёзд. Как-то так. Что-то в этом роде у нас сегодня получится. Не знаю, вам понравится это или нет. Если вам это понравится, то обязательно сразу прожмите лайкосик данному ролику. И тогда я буду обозревать всё это дело по ходу всех дней. Обзор у нас будет на топ 100 по звёздам. Кто у нас нагибает, как, почему и зачем. Я сегодня подготовил ещё профиля игроков. Немного расскажу по этому поводу. Зачем это всё происходит и обо всём поподробнее. Сейчас мы, в принципе, всё это дело расскажем. У нас сейчас проходит охота за звёздами, которая длится 9 дней. Топ 10 игроков получит у нас фриз хт. Где он у нас? Вот он у нас такой вот фриз хт. И его получит топ 10 игроков, которые займут у нас вот здесь вот. Которые набьют самое большое количество звёзд. Именно таки. Пока у нас первое место занимает Миксуля. Все его, в принципе, там знают. Но пока не о нём. О нём чуть-чуть попозже. Ну и что касаемо именно таки призов. Призы уже у нас заканчиваются на 1000 звёзд. Получаешь ты у нас такую вот нагибаторскую анимированную краску. И в сумме можно заработать 45 контейнеров. Что же будет происходить у нас здесь? Вся эта акция будет проходить у нас 9 дней. И все эти 9 дней будут у нас игроки бороться за этот топ 10. За такой вот нереальнейший скин, как фриз хт. Не знаю, стоит ли это делать вообще кому-то или нет. Понятное дело, что у каждого игрока это своя цель. Либо там быть более, не знаю, известным. Чем-то выделяться или что-то подобное. Но пока у нас первое место занимает Миксуля. Который, в принципе, всё это дело стримит. Он же ЖК Микс. И, в принципе, ему это всё дело интересно. Пока что. Набил он уже первую 1000. И первый игрок, который заработал вот именно таки такую жёсткую нагибаторскую анимированную краску. На втором месте у нас идёт игрок. Который, я думаю, что, скорее всего, в ближайшее время, после набития этой 1000, уже сольётся. И не будет продолжать набивать звёзды. Так как его вооружение посмотрел. Хантера с МКМ1, на который он набивает. И, в принципе, по его вооружению, если сравнивать вооружение с Миксом. Который у нас сейчас находится на первом месте в топе. То это просто два разных игрока. У одного игрока дофига всяких микропрокаченных вооружений. И фриз, и смоки там. Ну, короче, понятное дело, что у него всё это жёстко качено. И в этом плане ему намного проще набивать звёзды. Но у того игрока ничего такого нет. Ну, и также мы выделим своих игроков. Которые очень безумные. Связанные которые с нашей командой. Первый у нас, кто у нас идёт именно по рейтингу. На седьмом месте у нас занимает Кинг оф ТП. Он же Тёмик. По рейтингу он идёт очень-таки хорошо. В принципе, что касаемо вооружения. Понятно, что в этом плане у него всё хорошо. И набивать данные звёзды ему в этом плане будет не так тяжело. Но, также к факту, можно так сказать, к сведению. То, что за первый день в среднем. Ну, не в среднем. Это вот примерные такие даты. Где-то именно Миксуля проиграл в игре. Около такие, наверное, часов так 15 точно. Он находился в игре. И за это время он набил где-то 800 звёзд. Если я не ошибаюсь. Может быть чуть больше, может чуть меньше. Кто-то меня может в комментариях поправит. Если кто знает данные цифры лучше. Ну, я имею то, что имею. И имею то, что знаю, в принципе. Ну, а что касаемо игроков того же King of TP. Адвоката чуть-чуть попозже о нём. И о Ветисе. Они в игре у нас потратили времени намного-таки меньше. И их набор звёзд намного быстрее происходит. Чем набор именно таким Микса, который занимает сейчас у нас первое место. Поэтому данным игрокам тратить именно времени на набор звёзд происходит так, что они тратят намного меньше времени. За счёт того, что они, во-первых, играют все троём в группе. Все эти три игрока. Вот все они троём. Играют в одной группе. И за где-то час игры в среднем получают где-то 60-120 звёзд. Где-то в среднем у них выходит 100-120 звёзд. И вполне реально они могут набивать. Что касаемо игрока первого места, то у него это, конечно, всё намного тяжелее, намного сложнее происходит. Так же у нас за топ-10 есть один игрок, который занимает 13-е место. Пока по нему я, в принципе, много говорить не буду. Да, это лост. Да, в принципе, я его знаю. Не знаю, будет ли он бороться за этот топ-10. Будет ли он пытаться нагибать, пытаться именно догнать эту десятку. Которая, в принципе, пока идёт более-менее. Ну, что касаемо Эносинг, Култ игрок. Эти два игрока тоже набивали очень-таки большое количество звёзд по ходу войны. Они тоже, если я не ошибаюсь, получили легоси вооружения. По этому поводу я пока не даю никакой инфы. Я не проверял это. Но Эносинг, если я не ошибаюсь, точно занимал легоси. Поэтому, в принципе, за топ-10 сейчас бороться можно очень-таки ещё жёстко. Только второй день у нас идёт. Первого дня такой небольшой обзор я уже провожу. Если вам, в принципе, всё это дело нравится. И вы хотите, чтобы я продолжал, чтобы я обозревал именно-таки этот топчик. Следил за тем, как меняется у нас расположение игроков. И всё это прочее. То обязательно поставьте лайк данному ролику. Напишите в комментарии, что вы поддерживаете данную движуху, данный обзор. И чтобы я всё это дело обозревал каждый... Ну, получается, каждый день. То есть у нас, если сегодня идёт второй день, то у нас идёт обзор по первому дню и первой половине. Ну, грубо, короче, по первому дню у нас идёт обзор. И так далее. В принципе, будем делать обзор. Будем смотреть, как чего у нас меняется. Кто нагибает, кто не нагибает. Кто отстаёт от десятки, кто не отстаёт. Ну, а что касаемо именно моих игроков, которые пытаются занять именно вот эту топ-десятку. King of TP уже в десятке. Адвокат на десятом месте, а Ветис на пятнадцатом. То я могу сказать так. А Ветис сказал одну такую фразу. Если я буду каждый день отставать от первого места где-то на 300 звёзд, то он будет бороться за эту десятку. И, в принципе, по ходу этого дела он просто упорится и догонит всё это дело. Также он сказал, что если именно игроки моей команды будут за эту десятку бороться, то я за неё тоже поборюсь, обязательно войду в десятку. Поэтому в этом плане мне очень интересно, чем это всё дело закончится. Смогут ли они набить этот топ-10, не смогут. Войдут они в него или нет. Ну, я, конечно, буду за этим всем делом следить. Пока я только называю, что они безумные ребята, которые вообще не знаю, зачем это делают. Ради какого-то фреза XT набивать столько. Я считаю, что это прям, ну, это перебор. Это реально перебор. Ну, понятное дело, что у кого-то есть свои цели, например, у микса. Это просто, можно так сказать, как бы правильно выразиться. Не знаю, это определённые рейтинги для его YouTube-канала. А для данных игроков это, ну, какие-то простые понты. Не знаю, стоит ли вообще это набивать или нет. Я бы, конечно, это всё дело не набивал, если бы был бы связан только с этой пушкой. Поэтому какой-то такой у нас ролик сегодня получился. Если вам понравилось, то обязательно прямо сейчас поставьте лайк и напишите в комментарии, чтобы я продолжал снимать данный обзор. Ну, а на этом всё. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока.